Эмоции, положительные эмоции, негативные эмоции. Вы можете погуглить, поискать, какие эмоции положительные, какие негативные. И там везде есть конфликт между психологами и разными авторами, что вот эта эмоция положительная, это негативная. И они начинают из контекста выдергивать и туда-сюда это всё переминать. Как разобраться, какая эмоция положительная, какая негативная? Сейчас будет такая фраза, всё, что исходит, сделано из любви, это позитивная эмоция. Всё, что сделано из страха, это негативная эмоция. Та эмоция, которая сделана из любви к человеку, это в плюс. Та эмоция, которая сделана из страха, это в минус. И не важно, как эта эмоция называется. Объясняю, чтобы было более-менее понятно. Допустим, идет человек по стройке, без каски. И ты пишешь на его заявление, вот такой-то, такой-то, ходил там на стройке 2 часа без каски. Если ты делал это из любви к этому человеку, ты действительно боялся, что он погибнет или будет несчастный случай, то это позитивное действие и эмоция сама по себе. Если же ты делал это для того, чтобы занять его должность, и ты написал заявление для того, чтобы его уволили, это негативно. С эмоциями так же. Поэтому говорят же, что благими делами дорога в ад. Для того, чтобы отличить позитивную эмоцию от негативной или позитивный поступок от негативной, очень важно понять, какое было внутреннее побуждение у человека. Из любви или страха. Все эмоции я для себя делю и вам рекомендую делить. Все, что ты делаешь из любви и все, что ты делаешь из страха. Там, где появляется страх, там появляется гордыня. То есть, вот смотрите, страх и потом идет эго. Здесь любовь и из любви все остальные. Благодарность и так далее. Любую ситуацию, которая происходит с тобой или с твоими знакомыми, близкими и друзьями, прежде чем совершить какой-то поступок для них, ты должен в себе отрефлексировать. Я делаю это из любви или из страха? Я хочу действительно помочь или я хочу выпендриться? Если я хочу выпендриться, тогда мы стоим и трансформируем свой выпендреж в любовь. И потом только совершаем какой-то поступок. Потому что в действиях это одно и то же. А именно внутреннее намерение, мы должны делать это из любви. Если ты делаешь это просто из страха, потому что надо быстрее помочь ему, чтобы кто-то другой меня не опередил, и тогда я буду номер один. Короче, очень важно намерение через любовь. Все, что из страха и сравнения в гордыне, это деструктивно. Страх и эго плохо тем, что все, что выходит из страха, оно приносит горе и беды. Все, что выходит из гордыни, всегда это сравнение, а сравнение убивает все. Это очень деструктивный посыл. А более позитивный посыл, ну, самый позитивный, это любовь. На самом деле это и есть божественная дуальность. Как бы появилось добро, если ты не знаешь, что такое зло. То есть это все узнается на контрасте. И очень важно, чтобы ты внутри сам у себя боролся с собой и делал все из любви. И тогда твоя жизнь начнет налаживаться. Тогда ты попадаешь в этот пресловутый поток. Тогда ты попадаешь в эти чудесные события. Когда ты находишься в любви и радости. Как только ты попадаешь в страх и эго, твоя жизнь начинает превращаться в ад. Субтитры сделал DimaTorzok